Все, они плакаты растягиваются. Покупаем, нет, это убийство! Нет, это убийство! Активисты группы «Экологический авангард» залили витрину московского магазина меховых изделий «Екатерина» искусственной кровью в знак протеста против убийства животных в угоду моде. Они приурочили свою акцию ко дню всеобщих распродаж. На сегодня проходит «Черная пятница», это также является антимехаупой пятницей, в которой проходят зоозащитные акции, направленные на то, чтобы люди минимизировали и попытались не использовать натуральный мех и натуральную кожу. В наших городах мы можем комфортно прожить без этого, и шубы, и натуральная кожа, шубы из натурального меха, являются скорее таким, ну, немножечко отношедшим в прошлое, атрибутом статусности и богатства. Это совершенно не нужно и не важно, учитывая то, сколько боли, сколько страданий это приносит пушным зверям, которые используются в данной промышленности. Откажитесь от использования натурального меха! Активисты держали в руках зажженные фаеры и плакат с надписью «Покупаешь мех, платишь за убийство». Скандировали «Мех – это убийство». Примерно через две минуты они разошлись, не дожидаясь прибывшего вскоре наряда полиции. Сотрудники и посетители магазина фотографировали испачканные красной жидкостью витрины и явно не разделяли методы зоозащитников. Я считаю, это ненормально. Люди должны встречаться, решать какие-то вопросы где-то цивилизованным путем. А это, я считаю, просто полное нарушение закона и безразственности. Я считаю, что каждый человек выбирает сам по себе, носить натуральный мех или искусственный. Я не скажу, что искусственный мех гораздо полезнее, чем натуральный. Сами же участники акции полагают, что самое главное – это привлечь внимание общественности. Стоит выбирать любые форматы, на которые ты способен. Мы пишем посты, мы раздаем листовки, периодически устраиваем какие-то мероприятия, лекции и периодически делаем именно такие акции. До людей, в принципе, достаточно сложно достучаться зачастую. И лучше постараться использовать все возможные методы, чтобы донести свою мысль. Никита Татарский, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.